Девушки отдыхают ...прибыль-то принести, ибо в последний раз, в прошлой серии, если быть точнее, мы с вами довольно-таки много потратились, но при этом получили очень много заданий, которые я прямо сейчас пойду вместе с вами выполнять, сразу после того, как, например, сыграю вот с этим зычком. Давай сыграем в кости. Это своеобразное задание, которое впоследствии может еще, точнее, даже не впоследствии, а если мне улыбнется удача, принести мне немножко денег. Давайте посмотрим, выйдет ли это у меня. Так что у нашего противника? У него вообще две четверки, у меня две тройки, две пятерки. Давайте попробуем тройку или пятерку выкинуть. Как есть, оставим. Давай, родная. Ни то, ни другое. Выиграй, может. Великолепно. Чё надо? Тек. Я буду осторожен с огнем. Хорошо. Первая очередная вообще задача у нас во второй главе, или вот на этой территории, снять заклятие, которое впоследствии нам поможет с вами разузнать правду о нашем прошлом. Естественно, мы с вами об этом знаем, а вот наш главный герой ничего практически не помнит. Память возвращается кусками, и это нехорошо. Понятия не имею, кто ты, суха, такой, но надеюсь, что гражданский. Ну да. А не твоей же пользы. Святые реликвии и всяческие блага. Богатый выбор, отличные цены, пожалуйста. Так, давайте спросим его про вещи после битвы, потому что именно они нужны нам для того, чтобы расколдовать. Совсем недавно мы с вами сняли доспех Зельтрика. Это какой-то реликт, доспех магический, который остался после битвы. Считаю, уже один компонент для снятия заклятия у меня есть. Придется искать еще другие. Меня интересуют вещи солдат, павших в битве три года тому назад. Но никакие попало, только магически активные. Я смогу это проверить. Не к тому обратился, ведьмак? Я все больше по реликвиям. Ну, покажи хотя бы, что продаешь. Что у тебя интересует? Пепел костра, на котором сгорела Сабрина. Гвозди из колеса смерти. А, может, нужны щепки от колеса? А кубы и одежда самой мученицы также имеются. Все, чего душа пожелает. Охренеть, он три года это хранил, что ли? Ну, ладно. Вот доспех Зельтрика у нас. Все бы хорошо, ребята, но при этом у нас есть небольшие проблемы, которые мне надо разрешить. С ним или без него. Как все дорого стоит. Я так понимаю, 160 это стоит все? Потому что иначе у меня никаких денег не хватит, чтобы все это выкупить. Пока что. Ладно, забьем на это все. Идемте, найдем интенданта, который сможет организовать хранилище для нас. А по пути еще раз узнаем всякое интересное. Это кто такой? Коновал? Не отвлекай! Так, денежки, денежки. Меня зовут Мирон. Я старший аптекарь на службе у короля Хенсельта. Геральт. Геральт. Происхождение и род занятий неизвестны. Пусть так. Чем могу помочь? Мне нужны кое-какие травы и лекарства. Рецепт у тебя есть? Рецепт? Я шучу. Боюсь, снабжение оставляет желать лучшего, и выбор у меня скудный. Так. Ну, покажи хотя бы, что продаешь. Давайте ради интереса посмотрим. Барсук. Ажак плюс 15, кровотечение плюс 15, отравление плюс 15. Вирга. Коренью. Слушайте, неплохая штука. Давайте Виргу купим. Водоворот. Урон плюс 5%. Так, Волк, что дает? Гром. А плюсы какие? А, урон плюс 20%. Нет, он того не стоит. Это зелье танка, прям, я скажу вам. Второе минус 50, силы знаков плюс 1. Кряква. Так, где с Марибора? А какие бонусы? Ладно. Получает, это понятно. Тиара. В общем, любой эликсир по-любому дает и плохие бафы, и хорошие. Вне зависимости от того, хочу я этого или нет. Вот это надо обязательно. И вот это. Алмазная пыль нужна. И тут денежки начинают у меня кончаться, да? Как говорится, мои финансы поют романцы. Ладно, придется повременить, как говорится, с закупкой дальнейшей. Походим, посмотрим, осмотримся, где что и сможем себе еще добыть. Можем 30-ник заработать на борьбе с этим мужиком, но я думаю, это не выход. Идемте лучше, повыполняем задание и плюс зайдем к гному тут недалеко. Помнится, когда мы с вами заговорщиков раскрывали, я общался с каким-то гномом, поклонником пророка лебеды. И он сказал, что торгует и, помимо всего прочего, ведает хранилище. Там уже как раз наши вещи хранятся. Так, ну-ка. Ходячий банк, скажем так, а не мужик. Глаза Кейрона пока оставим. Железную руду сдать. Заспех могу сдать? Нельзя. Да я ж не продаю, а сдаю на хранение, блин. Вот это сдадим. Кожу. Жесть, как много она весит, если честно. Сукно. Гребреные дряги. Серебро. Дерево. Да, немало всего, если честно. Смотрите, сколько сразу свободного места-то стало. Не говоря уже о том, что мы можем бомбы сдать и звезду. Все остальное, пусть так и быть, уже находится вместе с нами. Так, нам надо сходить по основному заданию. Кстати, довольно-таки далеко. И, помимо всего прочего, зайти куда-нибудь сюда, к ребятам. Помнится, мне надо было с Бьянкой поговорить. Ему и говорить. Голота. Солты за тобой пришел. Астин, рожу закрывай, без зубов же останешься. Кого я вижу? Того, кто беспокоится о вашей подготовке к рукопашному бою. Мы занимаемся каждый день по несколько часов. Но, как говорится, терпение и труд все перетрут. Ну, без проблем. Вообще, я случайно нажал. Я хотел что-то услышать вроде «Привет, Геральт!» и пробежать мимо. Но, как вы видите, у нас что-то намечается. Драки. Почему бы и нет? Желающие есть? Я попробую. Посмотрим, так ли ты машешь руками, как языком. Ну, давай, лысая башка. Ну, покажи, чему тебя мой друг Вернан научил. Разойдись, дайте место. Не думаю, что будет сложно в этой игре. Совершенно не напряжные кулачные бои. Сложнее, по-моему, даже в Фейбл были, не говоря уже о первой части Ведьмака. Там хоть приходилось жимкать постоянное мышку. Чтоб вовремя проводить комбинации. О! О! Да, опять говорить ему! А-а-а! А-а-а! Мы пришли забрать тебя на... Чую я, что фен из этого боя мало что запомнит. У нас в загашнике еще кое-чего. А ты-то как? Да не вопрос. Почему бы и нет? Желающие есть? Со мной попробуй. Давно хочу обучиться ведьмачьим приемам. К сожалению, тоже ничего не запомнишь. Ну, покажи, чему тебя мой друг верно научил. Разойдись, дайте место! Ближе подходи! Раз! Да они даже не уклоняются, ребята. Челюсть крепкая. Яйца тоже. Спать. Следующий или как? Ха! Молодой еще. Еще научится. У нас в загашнике еще кое-чего. А ты-то как? Да не вопрос. Почему бы и нет? Желающие есть? Ты, значит, всех чудищ в округе перебил и теперь взялся за моих людей. Вот хотел поглядеть, как ты их выучил. И как? Странно, как они у тебя на ногах-то держатся. Ленивые свиньи, он вас как щенков швыряет. Может, со мной поборешься? Не вопрос. Ну, покажи, на что ты способен, мой полосатый друг. Да, ведьмак, астрит каждым словом, ребята. Тут, как говорится, даже моих комментариев не нужно. Дали бы возможность Геральту самому комментировать свои похождения как разум Фримена. Кавернен, между делом, довольно крепок, даже несмотря на то, что я довольно сильно его побил. Ты выиграл. Меня будто конь лигнул. Прости. Стоило получить от тебя по морде, ведьмак. Глядишь, научусь чему. Тебе полагается кое-что на память. Мне не нужна плата. Это не плата, а благодарность. Давно мы по свету болтаемся, разных железяк у нас предостаточно. Подыщи себе что-нибудь. возьми и пускай тебе служит. До скорого свидания. Ну, ладно. не так быстро? Теперь ты встретишься со мной. А ты ж спион. Что за хрен с горы такой? Ладно. Будь по-твоему. Это, видать, вообще какой-то стражник. Ну, давай. неплохо. Ну, от него кровь отлетает, вы видите? Спать. это как понимать, мать вашу. Да это мы так, для сноровки. Для сноровки сейчас в наряд пойдешь. Ты у меня столовую голой жопой будешь драйвить. Живо в лагерь. А кто что? Ну, ты крут. Вот еще что. Не ищи квадратных монет. Все равно ничего не найдешь и потерять можешь. Голову, к примеру. После драки кулаками не машет противник. Так, ну, надеюсь, больше никаких не будет приключений. А, вот и Бьянка. Здравствуй, Геральт. Здравствуй, Бьянка. Как дела у синих полосок? Как всегда, расслабляться не приходится. Ну, ладно, давайте поговорим о поединке. Спасибо. Отличный был поединок. Отличный поединок только тот, что кончается победой. Не стыдно проиграть мутанту, который создан, чтобы махать мечом. Будь это настоящий бой, а не забава, мы бы сейчас не разговаривали. Ты была намного лучше, чем все коэдвенские рыцари вместе взятые. Ты очень мил. Я очень откровенен. Это редкая черта. Пожалуй, мне следует этим воспользоваться. И не говори, я тоже этим воспользуюсь, ибо даже по книге «Наш видня», «Ведьмак» и «Шатат Лавиаз». Так что я не упущу свой шанс поговорить и узнать новое. Что касается откровенности, я хотел бы выпить с тобой вина. С удовольствием. Я думал, ты не согласишься. будешь отыгрываться за поединок. Мне это ни к чему. На самом деле я тебе очень благодарна. Интересно. Я была уверена, что ты дашь мне фору. И тогда я послала бы тебя к лешему. Но ты отнесся ко мне серьезно. В палатке у меня кувшин вина из Туссента. Не желаешь попробовать? Давай. Благодаря этому поединку я узнал о тебе больше, чем за время всех наших бесед. Интересно, какая она Бьянка в глазах Геральта из Ривии? Так, ну, мужественной я не буду говорить, девушка вряд ли это захочет услышать. Вот это. Амбициозная, благородная и прекрасная. Вот в таком порядке? А если я скажу, что в обратном? Не стоит думать, что мне неприятно, когда делают комплименты моей внешности. Я солдат, и меня раздражает, если кто-то видит во мне только задницу и сиськи. Но я женщина, и как у каждой женщины, у меня есть свои потребности. Так выпьем же за них. Незачем за них пить. Тогда за что? За нас. Я не знал, что мы это мы. Лучше один день прожить королем, чем всю жизнь быть нищим. Сперва допьем вино, а потом пойдем в постель. Обламывать я, конечно, мастак, но все же давайте. Может, наоборот? Там же Роше рядом стоит. Без юмора и пикат на ситуации показано. Да. Я там некоторую часть вырежу, однозначно. Вы не увидите все именно потому, что там уже даже не 18+, а 21+. так. И сейчас, кстати, надо вновь выбрать задание Вечный бой, да? Для проклятия крови. Надо сходить на капище, где была сожжена Сабрина Глевисинг. Она именно тогда, когда ее сжигали, наложила проклятие на всех тут вокруг. Ну, на все души. И теперь, пока похоже, не умрет король Айрдирна, или как его так, Айдвена. Я уже, если честно, немножко путаюсь. В этих названиях уж больно они одинаковые. Так вот, пока этот король не помрет, либо я пока не расколдуюся вокруг, проклятие будет висеть над этим местом. Так, тут между делом, знаете, какой-то домик такой подозрительный. Я не прочь в него заглянуть, прямо сейчас. Хотя, он выглядит как домик из ужасника. Ей-богу. Помнится, недавно совершенно мы от одного в кавычках засранца слышали историю о том, как он вернулся какому-то домику и его тут призраки в полно чуть-чуть не сожрали. Так. Ага, вот оно как. Михаил оказывается оказывается. Хорошо, что сейчас день и на меня ничего не нападет. Так, это что, ловит снов? Прикольно. Главное, написано рассмотреть. Ох ты ж, крёб. То есть надо выбрать порядок, в котором их зажигать. Хоть убейте, но я не знаю, как это сделать. Обратно не тот порядок. Ладно. Если по порядку от этой свечи начать, заканчивая той. Звуки неприятные я слышу. Так, ладно, так неверно. Я понял. Где ты? Туварь. Если так, потом туда, потом на среднюю идти. Честно, что-то я туплю. Ладно, значит надо со средней начинать, либо влево, либо вправо. Что-то однозначно должно открыться, только вот что я пока не знаю. Это здесь человеческого скелета сделано или мне кажется? Уже неверно. потом то же самое наоборот. Попробую. Попробуй догадайся, как это сделать, да? Неверно. так я пробовал уже, но я знаю, что это неверно. доедрить тебя геральт. Пожалуйста, вынимай меч. Что там рассмотреть нужно? Ладно. ничего не понимаю, если честно. так я уже пробовал. Последовательность не там. Средняя должна быть последней. Ладно. Я, по-моему, делал такую комбинацию. Ладно. все, без разницы. Давайте просто свалим отсюда поскорее. Потому что в какой-то момент я почувствовал, что меня это начало бесить. Даже страх пропал от этого места. Знаете, такое бывает. заметки. Хорошо. Ладно. Хорошо. Так. Давайте прочтем. Там я не хотел это читать. Загадочные записки Мельгета нано канпози унду ая лала гад экса нано зи уду зи гад канпани бит. Может, это на каком-то иностранном языке? Не знаю. Но звучит бредово. Хотя, возможно, это какое-то заклинание. Я все больше удостоверяюсь, что именно то место, где обделался тот солдат, здесь оно. Не говоря уже о том, что где-то здесь неподалеку Сабрина отдала концы. Только не пойму пока, как туда дойти. Так, там у нас что-то есть. Ладно, давайте отправимся отсюда назад. Мне бы хотелось до ночи завершить хотя бы некоторые дела, которые у меня здесь намечаются. Ибо остаться здесь на ночь будет не самой лучшей идеей для ведьмака. я до сих я до сих пор считаю не поменял с вами мечи, а как я вижу это критично довольно-таки становится. Монстры стали намного сильнее, чем мы. великолепен как вас столько уродилось не знаю я уже не прошибает точнее прошибает с трудом долбанутые гарпи круто, что с них кожа падает сейчас я смотрю здесь это считай помимо всего прочего тех монстров которые здесь были до этого из-за того что здесь поле боя образовывается сюда забегутся вообще все твари которые вообще возможно бандит да великолепно бандиган я пытался тебе помочь хорошо ты не хочешь по-хорошему бесстрашные ублюдки я их по-другому не могу назвать припереться сюда к монстрам самим надежде с ними расправиться и поживиться сколько тупыми надо быть чтоб так сделать ей богу я не живу и поражаюсь человеческой глупости у них же даже так туда не надо серебряного меча нету а вот это интересно так заперто хорошо хотя место было довольно таки интересным тут у нас если я заеду будет мгла и солдаты они там будут бесконечно я не думаю что я там выжил именно поэтому мы туда с вами не пойдем лучше давайте по сторонам осмотримся и куда идти понять это именно надо эти лабиринты меня убивают так надо выйти и по берегу пойти то есть сейчас выбежать налево направо налево без всяких отхождений от линии пути тут налево я верно иду что-то я как-то сомневаюсь вот теперь точно верно тут либо вдоль воды пройдем не выйдет а пойдем тогда с этой стороны хотя тут тоже не пролезешь медальон реагирует однозначно на магию либо на монстров я не удивлюсь что если я сюда ночью побегу встречу утопцев или кого пострашнее сами подумайте место так сказать злачное наверняка туристы ходят посмотреть на костырище еда но ее тоже король нашел где сжигать охренеть эй что ты тут делаешь вас ищут я слышал я слышал зыб к вас уже заждался вот сука если не явимся на поверку он прикажет нас выпороть это как пить дать поможешь нам отсюда выбраться а вы же сами сюда забрались знали б что тут столько утопцев сидели в палатке в кругу то мы в безопасности а вот за круг выходить ссыкутно ну ладно я помогу вернемся вместе только сперва я посмотрю что тут такое топтать пепел плохая примета кому понадобилось приносить сюда все эти вещи не знаю но кто-то явно ходит сюда да опять ничего что именно я здесь ищу то странная аура посмотрим поближе послушать ощущение полной тишины для интерсекции это нормально обычно в местах силы возникает беспокойство но они не опасны так на землю следы зверей собаки волки медведь птицы все приходят сюда как кормушки но в сам круг заходить боятся все кроме кошек кошачьи следы тут везде кажется кто-то даже вздремнул на возвышении трис как-то говорила что коты любят спать на пересечении потоков кроме драконов это единственные животные способные черпать силу похоже им тут очень нравится так человеческие следы люди боятся подходить колесу и все свои подношения оставляют на безопасном расстоянии кроме одного человека который носит обычные форменные сапоги кедвенской армии видно я тут не единственный осквернитель святынь так понятно колесо или предметы свечи амулеты деньги люди приносят дары как в святилище эти свечи смердят хуже чем портянки золтана а так ничего необычного квадратные монеты с рыбьей чешуей здесь собираются заговорщики письмо посмотрим встать давайте ствол посмотрим тяжеленный тесанный камень можно сказать многократного использования так ладно к этому колесу была прибита сабрина что-то уберегло колесо от пламени оно почти не обгорело свежие щепки и дырки кто-то недавно вырывал гвозди из колеса на всякий на всякий случай возьму один консультант проклятия у меня есть два следа культ сабрины и таинственный похититель гвоздей который может сопротивляться ауре этого места самое время расспросить солдат так этих что ну-ка ребята посмотрел потрогал может хватит пора нам убираться отсюда кто зажег свечи вы зажгли свечи мы а тебе что за дело это какой-то алтарь для сабрины свечи зажгли думаешь это глупости зачем зажигать свечи в таком месте да все безбожники так говорят чуешь как они смотрят на нас глядят а мы живыми отсюда не уйдем вот захотелось дуракам обряды проводить ты не веришь вдохновенному дело твое конечно но попробовать то не мешало старый турель это из-за него мы влипли кто такой вдохновенный кто такой вдохновенный с него все началось он говорит что в этом кругу чудеса происходят я ему верю и знаешь почему он живет глубоко в ущельях но все эти гарпии его до сих пор не сожрали вы видели казнь вы видели как сожгли чародейку три года назад мы оба служили при Хенсельте только у костра стояла пятая рота никого близко не пускала король ведь не хотел делать из этого потеху а теперь кому-то до этого места и дела нет а есть такие что заходят в круг и ищут останки все такое ты вроде них да собираешь чародейские побрякушки как тот сраный говнюк что торгует у корчмы ты меня с кем-то перепутал да тогда клади гвоздь обратно я оставлю его себе оставишь а не слыхал что люди говорят реликвии фиштех для народа как вы сюда забрались как вы прошли мимо утопцев с нами был вдохновенный он нас провел а потом пошел своей дорогой ну ладно валим не нравится мне здесь я уж думал ты тут ночевать собрался я знаю места получше пойдем так надо до ночи отсюда выбраться и подумать только за эту землю уже сколько лет бьются не говори чисто надо того прикрыть спокойно проб есть вперед батяки в бой уходим под тапком надеюсь тут они не вылезут топцы не лучшее место для прогулок зараза если б не ты сожрали нас мы тебе жизнью обязаны все до свидания нас не застукает неинтересно теперь что это за вдохновенный считайте он как та ведьма помните с которой я раскладывал амулет мэлит или что-то за секреты у них такие что способны отваживать от себя монстров каким способом ума не привожу но как видите они это как-то делают хорошо тут я больше ничего интересного не найду случаем травка интересная что это ничего интересного хорошо это что такое кому понадобилось приносить сюда все эти вещи не знаю это свечки что-ли или что некоторые вещи для меня остаются загадкой так что тут опять ничего здесь есть знаете что-то такое что должно иметь очень большое значение мне мне очень нравится что в этой игре как раз реализовано то что тебе приходится искать действительно ты должен смотреть и думать что может иметь цену что важно что нет не ведут за ручку как зачастую это делается некоторых это достает но у меня сразу воспоминания о старых добрых квестах том же месте там тоже подсказки пока не выберешь у тебя ничего не будет ни одной подсказки будет все сурово и тяжело так надо теперь к зверику еще вернуться нам не говоря уже о том что стоит посмотреть другие задания помнится у меня на гнельцов были задания которые обитают где-то здесь так давайте посмотрим что у нас тут так туда не надо золотом то ты приветствую геральт под этой скромной чужой крыши здорово сердце радуется когда из моря чужих рож выплывает старая знакомая хари так что делаешь желтан похоже в компании вернана его людей тебе было поспокойнее в лагере хенсельта солдатня смотрит на меня как на протухший окорок думают что ты шпион а хер его знает что они там себе думают но знаешь что я тебе скажу я жалею что я не шпион я вообще чувствую себя здесь как последний хер моржовый совсем рядом мои побратимы уже точат топоры только и ждут пока мгла рассеется чтобы затупить их акаедвенские загривки а я что есть новости про лето ты крутишься то тут то там может слышал что-нибудь об убийце королей я слыхал только хенсельт наложил в портки со страху от того что его башка может с шеей разлучиться по моему убийца где-то в ущельях подходящее место для таких как он я все время думаю на кой тебе сдался этот убийца что ты из-за него шею подставляешь он мое прошлое знает лето многое обо мне знает наверное только он сможет объяснить мне некоторые вещи только стоит ли рисковать головой чтобы узнать что в ней было раньше стоит что ты сделаешь когда его достанешь посмотрим он те же вопросы задает что люди по моему когда узнаю правду там видно будет может я пойму что он прав может отрублю ему голову ты уже отдохнул с дороги отдохнул немного после корабля не напоминай мне про эти качели у меня от одной мысли о них кому горло подкатывает так шел бы пешком знал бы что меня четыре дня будет так швырять так бы и сделал а если бы мне сказали что я три раза в день буду жрать соленую рыбу сам бы себя молотом он не нравится ты целыми днями сидишь в лагере роше сдружился с ним сдружился сильно сказано но бесит он меня поменьше или он изменился или я привык или то и другое а может и так потом в лагере роше есть и другие плюсы его люди меньше передергивают в карты ну и сиськи есть на которые взглянуть приятно если дело в этом то в лагере Хенсельта есть бордель сравнил тоже сиськи этих потаскух с богатством Бьянки и потом те купить можно а на эти только смотреть да облизываться я слышал ты с Бьянкой хорошо провел время она тебе рассказала нет а есть что рассказывать спроси у нее блин уже все знают чувствует рис мне она дает а теперь стоим с черными так смотри показывай помнится мне что-то там давали это надо продать оно мне даром не нужно тем более я бросать это не умею штаны у меня все такие же накладки давайте посмотрим у меня есть вот такие ненужные по сути накладки какие-нибудь более-менее которые дают только там чуть больше брони их можно выкинуть грифийские накладки я так смотрю покруче будут любых других ну радует хотя бы немножко подзаработали с вами я бы еще не отказался выполнить хоть какой-нибудь квест связанный с вот этими тварями тварями кто оторванет тут подкаступит этого рубин великолепно отходим что мне вот с этими трупами надо сделать не пойму я осмотреть на них не могу может их там толкнуть поджечь надо непонятно вообще хорошо пока забьем на это все мы их в баню как говорится сейчас я почитаю на гнильцов так армию хэнстерта сильно беспокоили гнильцы эти создания были опасны сами по себе а кроме того разносили болезни которые в армии расходились со скоростью сплетен в пансионатах для благородных девиц ведьмак взялся перебить чудо и подошел к делу профессионально он отлавливал отдельных особей а также читал специальную литературу о гнильцах ну ну не знаю кстати литературы то у меня нету действительно какой-нибудь где у меня там книжки то полезные всякие так записка с молитой ими святой сабрини нет это не то это не то долина цветов на языке эльфов дол блатана означает долина цветов каждый кто видел ее своими глазами согласится что поэтическое название вполне соответствует ее виду некогда долина это была восточным рубежом королевства Айдирн сейчас она стала единственным государством свободных эльфов оно возникло после последней войны с нельфгардом когда император эмгер вар эморейс отдал эльфам эти территории за военные заслуги там правит чередейка франциска финдобаир называемая также Эндиан Англиана или Маргариткой из долины долг латана до сих пор остается бельмом в глазу соседних государств хотя официально воды часа этих мест была вынуждена отречься от скайтайлей и их партизанской войны вот оно как оказывается да ну ладно давайте сейчас мы с вами зайдем обратно и посмотрим что мы сможем там сделать надо еще раз поговорить будет с чуваком который устраивал турниры надеюсь он мне что-нибудь подскажет по заданию узнать побольше огнельца или идемте вообще на ночь глядя посетим пещеру хардкор себе устроим помните мы там еще одрина нашли который нас навел на заговорщиков насколько я помню здесь была пещерка возможно это довольно таки будет интересным местом куда нам стоит пойти во первых надо сейчас нам с вами масло какое-нибудь намазать так оно должно быть здесь масло против индексоидов трупоедов они же трупоеды насколько я знаю правда недолго действует ну ладно так не то извиняйте ой ребята здравствуйте иди сюда какие вы уроды так назад я чувствую вас ой как вас много один такой здоровый что он меня даже пугает так готов ой тихо 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 так меня травили причем нехило так надо двигаться так главное чтоб не отравили еще раз так выбираемся сюда и посмотрим что мы сможем сделать не знаю куда я вышел похоже меня это спасло хотя эти похоже сам того не ведая я добрался к месту крушения второго корабля нет находите ну-ка давайте прочтем мистическая река а где она вообще не вижу мистическая река чем-то закончилась так нашел письмо адресованное некому детмэнду из письма следовало что комендант не раз утраивался из-за смерти короля фольтеса куда более его интересовало самочувствие короля хэнсель то что просто так похоже место абсолютно ничем непримечательное и ненужное хорошо смотрите как оно оказывается все закручено там я бы на месте противников хэнсель то воспользовался всей этой билибердой что творится в лагере вы смотрите тут можно спокойно обойти и заявиться внутрь прям лагеря как бы это глупо не звучало но это довольно таки опасно давайте выпьем сейчас кстати зелье некоторые эликсиры ласточка вот это обязательно играть чтобы урон был получше отмечен плохо что очень тяжело восстанавливается энергии ячейки ну ладно грех жаловся вот наконец-то пошло быстрое восстановление ой я вышел не туда ну ладно и на том спасибо я вывожу вас теперь сюда да хреновое место здорово гадин этих надо первых завалить ребята надо выследить и вольнуть их сразу где ты паскудная тварь вот готов не верю что он был один тем более здесь не то место где они будут поодиночке ходить медальон о чем-то предупреждает и почему мне кажется что ей дрить тебя так тихо 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 почему-то мне кажется если я пропущу мне конец настанет охренеть вы только посмотрите на эту хреновину ты кто такой камень стихии траве трофей элементарь он явно охранял то есть все что здесь находится оно кому-то принадлежит и этот кто-то поставил для охраны голема это не хухры-мухры ребята так давайте посмотрим что у нас тут заспехи они круче моих одеваем три давайте посмотрим вот это обязательно нужно или нет подождите помните у меня где-то были вот такие знаете они покруче просто смотрятся сами по себе так трофей элементарь это тоже неплохо хейрон конечно больше здоровья дает ладно попробуем и так и сяк повезло мне очень что я справился с этой гадиной без проблем какой-то момент я перепугался до такой степени что даже не знал что делать побежал в панике обратно и это могло стоить мне жизни если так посмотреть так так эй генельцы вы где странно как-то они попрападали пандали понятно задание у меня много я сегодня по крайней мере ничего толком не сделаю поэтому на некоторое время мы давайте остановимся и продолжим в следующий раз вместе с вами путешествие наше спасибо вам всем за просмотр до скорых встреч всем пока